Дорогие братья и сестры, я вас также горячо и сердечно поздравляю с этим торжественным праздником, ходом нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Прочтен из Евангелия от Марка, из 11 главы, первые 10 стихов. Когда приблизились к Иерусалиму, Вифагии и Вифании, горе Ирионской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. «Отвязавший его приведите, и если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. «И некоторые из стоящих там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали Асанна, благословен грядущий во имя Господнем, благословенно грядущий во имя Господа, царство Отца нашего Давида, Асанна Дышних». «Вход Иисуса Христа в Иерусалим для совершения своего последнего дела на земле, дело искупления, был совершенно другого рода входом, чем все предыдущие приходы Христа в этот город». Мы должны помнить, братья и сестры, что Христос неоднократно бывал в Иерусалиме. Даже в 12-летнем возрасте мы видим его уже в Иерусалиме и в храме Иерусалимском. Он неоднократно приходил в Иерусалим. Но вот все эти приходы Христа в Иерусалим, сколько их было, мы не знаем, но они были совсем другого рода входами его в этот священный город, чем этот вот последний его вход в этот город. А разница в чем? В том, братья и сестры, что Христос до последнего входа в Иерусалим приходил в этот город всегда пешком и незаметно. Пешком и незаметно. А теперь он вошел в этот священный город при громких воскресаниях народа и на виду у тысяч паломников, пришедших в Иерусалим на празднование Пасхи. В четверг я сказал, что историки иудейского народа называют цифру паломников из разных стран, приходивших на празднование этого величайшего праздника иудейского Пасхи. Цифру 2-3 миллиона. Конечно, не все были в этом великом множестве воспевавших Ассанну, входящему в Иерусалим Христу, но во всяком случае многие тысячи. Вот на виду у тысяч паломников Христос езжал в Иерусалим. Этот вот последний ход нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим для совершения его последнего великого дела, дела искусления, он, дорогие мои братья и сестры, был точным исполнением, я еще раз повторяю, точным исполнением пророчества Захарии, а также еще более раннего пророчества пророка Исайи. Познакомимся с этими двумя пророчествами о входе Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. В книге пророка Исайи в 62 главе в 11 стихе мы читаем «Скажите чери Сиона, грядет спаситель твой, грядет спаситель твой». А у пророка Захарии, 9 главе в 9 стихе мы читаем тот, что брат уже прочитал, но я позволю себе еще раз прочесть слова Захарии. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведны и спасающи кротки, сидящие на ослице и на молодом ослице и неподъяремной». Братья и сестры, я подчеркнул слово «Точно в день последнего входа Христа в Иерусалим исполнилось пророчество Захарии». Но тут я чувствую, что у некоторых этот старый вопрос зашевелился в сердце. А именно, как же точно, когда в Евангелии говорится, что Христос езжал на молодом осле в Иерусалиме. А пророк Захарии говорит, что Христос езжал на ослице и на молодом осле сыне, этой ослице сыне подъяремной. Никакого нет разногласия между ветхозаветной картиной хода Христа в Иерусалим, как ее нарисовал этот великий пророк Захарий, и новозаветной картиной, как она нарисована Духом Святым через евангелистов. А именно, Евангелия говорят, что Христос сел на молодого осла. И мы не можем тут менять, дорогие мои, того, что говорит Новый Завет. Он сел на молодого осла, но ослица была рядом. И когда Христос входил в Иерусалим, то были два животных. На молодом осле находился Христос, а на ослице не было его, но она была рядом. Вот так пророчество Захарии и в Новом Завете точно исполнилось, дорогие мои. Мы знаем, что в Библии большое место занимают пророчества. Большое место, дорогие мои. Но все пророчества Библии можно разделить на две категории. Я хотел бы, чтобы все мы, как верующие, любящие эту драгоценную книгу Библии, знали, что она много содержит пророчеств. И что эти все пророчества делятся на две категории. А именно, на пророчества исполнившиеся, уже исполнившиеся, и на пророчества еще не исполнившиеся. Будем это помнить, братья и сестры. И вот ярким примером исполнившихся пророчеств является пророчество о торжественном ходе в Иерусалим нашего Господа Иисуса Христа на этих двух животных. Хотя он сидел только на одном. Вот образец исполнившихся пророчеств. А вот образцом или примером не исполнившихся пророчеств можно взять пророчество этого же пророка Захарии, но какое пророчество? О рыдании, слышите, братья и сестры, о рыдании племен Петхозаветного народа Божьего, о рыдании покон, о пронзенном на Голгофе Иисусе Христе. Это пророчество находится тоже в книге пророка Захарии, только в 12 главе с 10 по 14 стихи. Вот этого рыдания о пронзенном на Голгофе Иисусе Христе среди исполненного Бога народом, народа пока еще не раздавалось, брат и сестры, но оно раздастся. И те, которые пронзили Его, возрыдают, так гласит это пророчество. Оно еще исполнится. В день торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим мы видим Его, братья и сестры, в совершенно новом для нас образе. Мы знаем Христа в различных положениях. Слава Господу, мы занимаемся главным образом личности Иисуса Христа во всех наших проповедях. И так и должно, потому что апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа. И вот, дорогие мои, какой же образ Христа сегодня в это чудное торжественное утро перед нами, мы видим шумные толпы народа вокруг нашего Господа Иисуса Христа. И мы слышим Его громкие восклицания «Асанна, асанна» в честь Христа. Звучит это «Асанна» на улицах Иерусалима. И что удивительно, Христос не успокаивает народ, не успокаивает. Он не говорит «тише, тише». Наоборот, наоборот, братья и сестры, когда некоторые из фарисеев сказали ему «Учитель, запрети ученикам своих, запрети им, чтобы они прекратили это громогласное воскресание, это пение», он ответил им «Если они умолкнут, то камни возопьют». Камни возопьют. Почему же Христос, братья и сестры, дорогие, действовавший во все дни своей жизни, до этого вот только дня последнего своего входа в Иерусалим, действовавший в веянии тихого ветра, мы берем этот образ Христа у пророка Исаии. Было там землетрясение, был там огонь, но ни в землетрясении, ни в огне не было Господа, а вот началось в веянии тихого ветра, спокойного, ободряющего, прослежающего ветра, который мы называем зефиром, зефиром, вот в этом тихом веянии ветра. Был Господь всемогущим. И Христос, пришедший на нашу землю, творивший свои славные дела, чудеса и исцеление больных и воскрешение мертвых, все это происходило в вене тихого ветра. А вот в день последнего своего входа в Иерусалим он допустил такое шумное честное себя народом. Почему такая перемена, братья и сестры? Почему как будто здесь в этот день входа Христа в Иерусалим уже землетрясение скорее, огонь какой-то, а не веяние тихого ветра? Нет, дорогие мои, осталось все так же. Христос и Иерусалим входил в последний раз в вене тихого ветра. Я о нем самом говорю, братья и сестры, что эти полпы тысячные шумно вели себя, воскресали, рукопрескали, кричали «Асанна, асанна» это люди, но Христос сидящий на этом молодом осле, он действительно входил в Иерусалим в вене тихого ветра. И мы это еще увидим, дорогие мои. Но почему же все таки Христос позволил себя так шумно чествовать? Братья и сестры, Христос входил в Иерусалим для совершения своего последнего дела, дела нашего с вами искупления от вечного ада. Через несколько дней он пойдет на Голгофу и будет висеть на позорном кресте посреди двух разбольников и подвергнется многим поношениям и уничижениям. И вот эти пришедшие в Иерусалим иудеи с разных концов земного шара они будут проходить мимо Голгофы, потому что гора Голгофа была при самой дороге, по которой люди шли и шли и шли. Либо в Иерусалим, либо из Иерусалима, и вот Христос в таком месте был распят. Даже те, которые любопытства не имели и совсем не пошли к Голгофе со специальной целью посмотреть, они вынуждены были проходить мимо того, что делалось на этой горе Голгофе. А ведь многие пошли сознательно туда, чтобы видеть, как будут распинать Христа. Это все люди увидят, тысячи, тысячи, дорогие мои, увидят и услышат эти страшные поношения засловия, которые будут раздаваться на Голгофе. Но Христос до этого, до такого уничижения на Голгофе, до такого поношения должен быть еще раз показан народу своему, всему Иерусалиму, и тем, которые пришли из других стран на празднование Пасхи, должен быть показан как Мессия и Царь. То есть таким, каким он изображен в пророчествах Исаии, который говорит о нем как о Спасителе, и Захарий, который говорит о нем как о Царе. На Среднем кресте на Голгофе все пришедшие в Иерусалим на Великий праздник Пасхи должны увидеть в лице распятого Христа ни одного из трех злодеев нет, а Мессию и Царя. Его повесили среди двух злодеев, пусть он будет как бы центральный разбойник, центральный злодей, нет, все тысячи, находившиеся на празднике Пасхи в Иерусалиме должны знать, что это не такой же злодей, как Ба по его сторонам. Это Мессия и это Царь. Вот об этом говорила не только надпись над Главой Христа, которую Конти Пилат сделал, а именно Иисус Назареет Царь Иудейский. Нет, о том, что на этом Среднем кресте висит так действительно Царь и Мессия об этом было провозглашено многотысячным народом на улицах Иерусалима за несколько дней до растятия Иисуса Христа. Из уст многотысячной толпы народа слышали слова в честь Христа Астанна, благословян грядущие во имя Господне. И по обычаю иудеев встречать своих царей постеланием одежд для их ногтей. И путь Христа был устан также одеждами ликующего народа. Это не случайное событие только в день последнего входа Христа, что люди снимали одежды и бросали на дорогу перед этими животными, которые проходили. Это был обычай иудеев дорогие мои, своих царей так встречать. И этим исполнением своего древнего обычаев они показали, что у них в сердцах вера, сидящего на осле Иисуса Христа, как в царя. Какого царя? Это мы увидим. Они верили, но не той верой, которая порадовала бы Христа. Но, дорогие мои братья и сестры, все мы должны знать, празднуя этот великий праздник входа Господня в Иерусалим, мы должны знать, что в этом входе Христа в Иерусалим была проявлена великая премудрость Божия. премудрость Божия была в этом входе Христа в Иерусалим. В чем эта премудрость Божия проявилась? Братья и сестры, с одной стороны Христос должен был ехать при таком торжестве и привозглоса Хасанна в честь его, как царя. Он должен был так ехать в последний раз в Иерусалим. Весь этот многотысячный народ, собравшись на праздник Пасхи, должен был услышать это чествование Христа как Мессии и царя. Но прошу вашего внимания, если бы Господь не назначил еще в дни пророка Захарии за 500 лет до этого дня, который мы сегодня празднуем, за 500 лет, братья и сестры, если бы Господь не наметил такого входа Иисуса Христа в Иерусалим, то получилось бы вместо Асанны радостной ужасающей кровопролития, дорогие мои. Знаю, что вы с удивлением об этом слышите. да, дело в том, что в дни великих праздников в Иерусалиме все было на страже, а именно, царь Ирод с одной стороны внимательно следил за тем, что происходит в дни великих праздников в этом священном городе в Иерусалиме. И еще внимательнее смотрел на то, что происходит представитель Рима Понтий Пилас. И если бы Христос в последний раз въехал бы в Иерусалим на белом коне, как вообще ездили большие люди в те времена, дорогие мои, и царь Ирод, и Понтий Пилас отнеслись бы ко входу Иисуса Христа совсем не так, как они отнеслись тогда, когда Христос въехал на этом бедном животном осле. Тут сейчас же были бы приняты меры, чтобы народ разошелся если бы Христос сидел на белом коне. Понтий Пилас сейчас же послал вооруженных людей, и если бы не подчинился народ, началось бы кровопролитие. Этого конечно не должно было быть. И вот Господь в Своем предвечном плане намечает ход Христа в Иерусалим вот таким на осле, на освет. И исполняется тут все. И кровопролитие предотвращается. И вместе с тем торжество великое, честное негромогласное, тысячные толпы народа провожают Христа и встречают Христа. Встречают как Мессию и как Царя. Но я сказал, дорогие мои, что Иисус Христос остался тем же смиренным и кротким Учителем и Спасителем, каким Он был в первых дней Своего великого служения на нашей земле. Он учил в Галимее и тысячные толпы слушали Его проповеди, но Он в тишем вене тихого ветра учительствовал вене тихого ветра. Он творил Свои великие дела, исцеляя, воскрешая мертвых, творя разного рода великие дела. И все это происходило в тишине, в благодатной тишине, именно вене тихого ветра. И тут, входя в Иерусалим, Он сидит на этом животном и тоже у Него в сердце вене тихого ветра. Даже не только то, что на осле въезжал, но что на Его глазах слезы, о чем дорогой брат Михаил Яковлевич скажет, потому что мы с ним так условились, он о слезах, о плаче Христа скажет. Но, дорогие мои, плачущий царь, это не страшный ни для кого царь. Это царь, у которого сердце доброе, сердце милосердное, жалостливое, любящее. Вот каким Христос перед нами сегодня, дорогие мои, кроткий, смиренный, на осле и со слезами на своих божественных очах. его прославляют как царя, да, эти тысячи народа, но у него нет ни короны, ни скипетра. Он проезжает мимо величественного дворца царя Ирода. Слышите, братья и сестры, он проезжает, и царь Ирод, конечно, стоит у окна, которые выходят в город, так, чтобы видеть как можно больше площадь города. Царь Ирод стоит, проезжает Христос на осле. Ирод, конечно, улыбнулся. Вот какого царя чествует на жалком этом животном. Пусть себе чествуют. А вот ритория величественная Понтипилата. Дворец, так сказать, Понтипилата. И Понтипилат стоит у окна и тоже видит эту картину. Тысячи народа. Вослица неосанна, но царь-то какой. На осле, на осле. И тоже улыбнулся Пилат и сказал себе, о, такой царь мне не страшен. Такой царь не страшен Риму. Пусть чествуют эти неразумные невежды такого царя. Братья и сестры дорогие, премудрость Божия проявилась во входе Христа в Иерусалим. Ни царь Ирод, ни Понтипилат не встревожились, не обеспокоились, пустом не двинули, чтобы стражу свою послать. Такой царь им не был страшен. И вместе с тем эти тысячные толпы воспели славу Христу. Но давайте заглянем в сердца народа, вот этого ликующего народа, заглянем сегодня в это утро нашего торжественного праздника. Мог ли этот народ, хотя и поющий асанну Христу, в честь Христа, мог ли он порадовать сердце Иисуса Христа? Нет, не мог, братья и сестры, почему Христос в сердцеведе видел, что они прославляют эти тысячи, прославляют его, как земного царя, чего Христос совсем не добивался. Такого прославления Христос совсем не искал, не для этого он пришел на нашу землю, нет. А откуда мы видим, что такая вера была в сердцах этих ликующих певцов отца мны? Откуда мы это видим? А вот, дорогие, я вам прочитал из этой 11 главы Евангелия от Марка, так вот еще раз послушайте, что же воскресал народ этот многотысячный? Благословенно грядущее во имя Господа царство Давида. царство Давида будет благословенно. Милые мои братья и сестры, вот какое они царство ожидали, царство Давида, и вот какого царя они прославляли, как земного царя. Народ надеялся, что он займет, вот теперь, когда вошел Иерусалим, займет престол Давида и устроит царство, которое будет более блестящим, чем царство Соломона. В истории ветхозаветного народа Божьего не было более славного царства, как в дни царя Соломона. А тут народ надеялся, что Христос устроит еще более блестящее царство, чем было царство Соломона. Восписая Асанна, Асанна, народ не знал, куда идет путь вот этого царя. Куда идет путь этого царя? Он не знал, народ этот многотысячный, что путь этого царя идет на Голгофу, на престол да, идет, но какой престол? Крест, средний этот крест посреди двух злодеев. Вот престол Иисуса Христа, который его возвысит, действительно, возвеличит и во веки веков возвеличит. Вот на какой престол направлялся Иисус Христос, а совсем не на тот престол, который когда-то Давид занимал, Соломон занимал, и теперь, по мнению этого народа, теперь Христос должен занять. От глаз этой ликующей толпы народа было сокрыто уничижение Христа в Синедрионе, который вскоре последует после этого торжественного входа Иисуса в Иерусалим. От взоров этой ликующей толпы было сокрыто его уничижение у Понти Пилата, и тернового венока они еще не видели, и, наконец, Голгофа со страданиями, и такой страшной смертью Христа. Все это, подпевавших эту осанну людей, все это было сокрыто. Братья и сестры, если бы только у народа этого, у этих тысяч, вот, было сокрыто все, что Христу предстояло в ближайшие дни, то это еще не было бы такой уж причиной, чтобы Христу быть печальным, находясь на своем молодом осле. Нет, дорогие мои, главное, что печалило Христа, это непонимание его учеников и даже апостолов. Представьте братья и сестры, не только эти многотысячные толпы народов, не понимали, какой царь въезжает в Иерусалим и какой престол он займет в ближайшие дни, но даже ближайшие ученики Христа не понимали истинного значения голгофа. И давайте, братья и сестры, вспомним слова двух учеников Христовых. Они представляют всех вообще учеников Христа в то время. Вот я говорю о двух учениках, которые шли в селение Емоус в день воскресения Христова. Помните, как полный глубокого уныния они сказали Христу, которого они не узнали, рядом с ними Шетчину, они сказали, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Смотрите, это ученики Христовы говорят, они в унынии, что умер Христос, а избавления Израиля не принес, не сделался, другими словами, царем земным, земного израильского царства. Но, если так рассуждали эти два ученика, то, поверьте, также рассуждали и апостолы, и апостолы, которые надеялись, что Христос все-таки в конце концов станет земным царем тоже. И вот в то время как даже апостолы не понимали, что их учитель, сидящий на слеп через квест голгофы направляется к своей вечной славе, что престолом его будет не этот из слоновой кости и золота сооруженный престол, как престол всех тогдашних царей, а что его престолом будет крест, воздвигнутый на голгофе, в то время как этого не понимали, даже апостолы, один человек, а именно какой, разбойник, безымянный, мы имени его не знаем, уразумел эту драгоценную истину, которую апостолы даже не понимали в полноте, уразумел этот разбойник, увидев распятым и уничиженном христе на голгофе увидел царя неземного, как эти тысячи, кричавших от Санна а Санна, а царя вечного неприходящего царства, и этот разбойник увидел в этом кресте, позорном кресте, на котором Христос висел, увидел престол этого неземного царя, и ко Христу, как царю вот этого царства, неземного, непоколебимого, вечного, хотя в тот момент и распятому, и осмеянному, и униженному Христу, он направляет свою известную нам молитву, помяни меня, Господи, когда придешь, царский дед пойдет. Ах, какой счастливый этот разбойник, что он постиг эту драгоценную истину. Братья и сестры, то, чего не понимали в день последнего входа Христа в Иерусалим, даже апостолы, а именно, что Христос направляется престолу в виде креста на Голгофе. И дальше путь его пойдет к небесной славе через страдания, через смерть. И что так ясно уразумел бедный и несчастный этот разбойник, вот это уразумели все мы с вами здесь, находящиеся на этом торжественном празднике дети Божьи. Исполнимся радостью, братья и сестры, дорогие, что Дух Святой нам открыл истину великую, что Иисус Христос Царь Вечного Царства, не земного, а вечного Царства, небесного Царства, и что началось Его Царствование с Голгофы. Вот с этого позорного креста, дорогие мои, и когда мы читаем на страницах Нового Завета, в особенности на страницах последней книги Библии Откровения, о престоле, на котором сидит Агнец Божий, смотрите, и тот престол на небе носит на себе кого? Агнца! Послушайте, братья и сестры, Агнца, закланного Агнца, тот, что началось на Голгофе, где этот крест был занят Агнцем, вот, проливающим свою кровь, это продолжится во веки веков, на этом вечном престоле будет поседать опять этот же Агнец, как бы закланный, вот как престол Божий неразрывно связан с царем неба и земли Иисусом Христом, но который будет в образе Ага перед всеми искупленными, которые там будут воспевать ему его честь, воспевать новую песню. Слава Господу, что мы это с вами уразумели. Какой Христос царь и какой престол он занимает. Агнец Божий, вот наш царь, дорогие мои, закланный за наши грехи. И я кончаю тем, той мысль, что теперь, дорогие мои братья и сестры, Христос Иисус придет еще раз в Иерусалим, еще раз, но Иерусалим на новой земле. Многие его при этом приходе в Иерусалим станут тоже на гору Иллионскую, с которой он вознесся. На гору Иллионскую. А гора Иллионская, Иерусалим, это рядом, братья и сестры. Значит, ноги Христа еще раз встанут на землю Иерусалима, но уже при другой остании. Вот труба Божия, вот глаз Архангела. Что это такое, дорогие мои? При глазе Архангела, при трубе Божье, это символика, это символ осанны ангельской. Он на облаках, не на осле, как в этот последний раз для совершения нашего искупления вошел Христос, он на облаках славы вечной спустится, придет в этот Новый Иерусалим и при глазе Архангела, то есть при звуках ангельской осаны. Вот какое будет решение, вот какой вход Господень будет в Иерусалим. А готовы мы к этому дню, братья и сестры, готовы мы с вами, думаем мы об этом дне такого славного входа Христа в Иерусалим, на нашу землю его прихода, думаем мы об этом и готовили мы наши сердца. А подготовка простая, только следи за жертвенником твоего сердца, милый брат, милая сестра, чтобы там горел всегда огонь. Вот простая, такая несложная подготовка, только следи, горит ли огонь на жертвеннике твоего сердца. Вот эти светильники мудрых дев, горящие, это есть нечто иное, как горящие сердце, любовью к Господу нашему Иисусу Христу. Я вам говорю о самой простой подготовке к дню пришествия Христа, чтобы на жертвеннике сердца каждого и каждый из нас обязательно горел этот чудный огонь первой любви к Иисусу Христу, Анцу, закланному за наши грехи. Проверяйте сегодня свое сердце, проверяйте завтра, послезавтра, каждый день, дорогие мои, не погас ли, не уменьшился ли этот чудный огонь на жертвеннике наших сердец. Да поможет нам Господь каждый день иметь плавающие от любви ко Христу сердце. Тогда никого не устрашит этот трубный звук и звук ангельской осонны, который ангелы уже воспоют, не люди, а ангелы, никого из нас не устрашит. Мы будем готовы, потому что светильники наши горят, сердца наши пламеют любовью ко Христу. Да поможет нам Господь в этом всем. Аминь. 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 Продолжение следует...